Большой театр Академический Большой театр России, российская государственная телерадиокомпания «Останкино» представляют программу «Большой театр». Нет-нет, это не начало. Начало было раньше и осталось за кадром. Балетные, как все артисты мира, не любят позировать перед нами журналистами до спектакля, до успеха, словом, заранее. Ну а теперь можно. Переполненные залы, аншлаги японских газет, большой балет после пяти лет отсутствия, три классических балетных спектакля и среди них премьера Боядерки. Невиданно молодая труппа. За пять лет вырастить новую труппу – это и есть загадочная русская душа русского балета. Здесь, на пресс-конференции в Токио, собрались все или почти все герои нашей ленты. И с этой минуты, хорошо зная их, ежедневно встречаясь, мы будем узнавать их вновь. Загадка балета, искусства вообще, всякий раз узнавать вновь. Смотримся внимательнее в эти улыбчивые, спокойные глаза, простые, естественные жесты, скорее домашние, нежели сценические. Все? Отдых? Да нет, за работой еще по горло. Но сейчас можно перевести дно. Говорят, большое видится на расстоянии. Сегодня большой балет в Японии. Между Москвой и Токио без малого 9 тысяч километров. Но это факт, так сказать, географический. Пойдем. Все. Дома и готовы. Дома и готовы. Что мне приятно, что отмечается прессой, и что я бы хотел, чтобы было отмечено прессой. Потому что появилось новое совершенно поколение молодых артистов. И это не просто молодые артисты, а это очень талантливое поколение. Три балета. Это Лебединое озеро, Байдерка и Мэо. Танцуют три молодые балерины. Грачева, Петрова и Степаненко. И танцуют молодые танцовщики. Наши примеры сегодняшние, по сути дела, это фильм, это Уваров, это Ветров. Мастер, конечно, да, уже, так сказать, наш. Но это все равно молодой человек тоже. Молодой человек. И при общей ситуации, и не надо вам рассказывать, при общей ситуации развала, к сожалению, Союза, Большой театр не разваливается. В Большом театре появилось новое, именно новое поколение артистов. Новое, которое, в общем, сегодня является, ну что ли, так сказать, ведущим. Ведущим поколением. И даже все перспективы, которые, даже, кстати, мы думаем о репертуаре, естественно, который будет у нас дальше, и балетмейстеры, которые у нас собираются ставить, и я тоже, в частности, все соединяем с ними, уже с этими именами, с этими именами молодого поколения артистов. Лебединое озеро. Еще японцы любят знать, то, что они видят, чувствуют, понимают, и есть высшее качество, непревзойденный оригинал, даже если это совершенно новые артисты. Ведь они совершенны, как сама молодость. Галина Степаненко и Сергей Филин. 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 КОНЕЦ 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 При всей своей традиционности поздравления всегда разные, как и спектакли. И кроме того, в них так много милых сердцу артиста черт. У сцены для эмоций свои законы. Эмоции там растворены в спектакле, а здесь, под грохот оваций, при плотно задернутом занавесе, артисты вновь как бы становятся самими собой. И это новое их пришествие прекрасно и бы совершается вник всеобщей радости. Надо сказать, что сегодня это превосходное чувство с нами разделяет и господин Наката Сан, глава фирмы Japan Arts, которая организовала японские гастроли Большого театра. Поздравляю! Да, у вас появились очень большие звезды, они уже очень ярко светят. И знаете, что для меня особенно ценно? Превосходный кардебалет. А кардебалет, на мой взгляд, это уровень трупа. И вот первое интервью, которое сразу после спектакля мы получили у Галины Степаненко. Итак, мы поздравляем с большим успехом, первым спектаклем на японской сцене и таким феерическим успехом. Ваши чувства сегодня? Я очень рада выступать перед японской публикой и надеюсь, что ей понравилось мое выступление. Это было очень ответственно, потому что это было первое, это было открытие гастролей Большого театра в Японии. Хороший был зритель, очень тёплый приём и хорошая сегодня публика. Японская публика довольна спектаклем, я думаю. В общем-то нас много раз вызывали на поклоны. Зритель как бы ведёт тебя по всему спектаклю. И на этом ощущении, на этом приёме ты, конечно, танцуешь. Япония нами ещё не увиденная и потому особенно загадочная страна. Страна грёз. Страна невиданных технических достижений и скромных, но столь же невероятных пейзажей. Громогласного, кажется, идущего из-под земли фабричного гуда и неброской, почти сельской постарали. Здесь можно рассуждать о громадных скоростях, словно впрессованных в меланхарическое течение здешней жизни. И ещё, Япония – это страна, часовой механизм, где каждый винтик исполняет лишь ему присущую мелодию, гордясь собственной индивидуальностью. Япония, пожалуй, тем и похожа на Россию. Эта страна тайна. Класс – начало рабочего дня. Это, выражаясь языком артиста оперы, когда распивается каждая мышца. Класс – это ежедневное обретение себя. Класс – это утопическая идея всеобщего равенства солистов и артистов простых. Класс – это размятый пластилин, который в руках художника способен принимать любые формы. Прима большого балета Надежда Грачёва. О молодых артистах, таких как Надежда, можно говорить, сочетая несочетаемое. Типичная звезда или обыкновенный феномен. Надеюсь. Насколько хватит? Спектакль станцуем. Давайте убедимся. Там за кулисами концентрация воли плюс улыбка, ну а на сцене только ей присущая поэтичность, своя, утонченность настроений и линий, как у художника график. Вновь «Лебединая», которую сегодня представляют Надежда Грачёва и Андрей Уваров. Подписывайтесь на наш канал и поставьте лайки, Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Мария Былова и Александр Ветров Казахстан 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 На таинственную русскую душу и все, значит, такие соображения, ну, просто смотрят балет. Понимаете? Просто смотрят балет. Вот это всё создаёт очень интересный фон. Ну, в целом, мне кажется, что явно ощутимый прогресс, молодость и, я бы сказал, динамизм сегодняшнего трупа и сегодняшнего Большого театра в целом, он, конечно, производит опять впечатление и, в общем, заставляет всё-таки с большим уважением, с большим интересом относиться к нашей работе. Наконец пришёл черёд Ромео и Джульетти, балету изысканному со славной историей. Спектакли, как люди или как города, у каждого своя индивидуальность, своя экология, свой ни с чем не сравнимый шарм. Здесь замки Шекспира, дворцы и парки, созданные Прокофьевым, Григоровичем, Версаладзе. И вот они, кому суждено здесь жить, созидая свой танец в этой ломкой, так легко разрушаемой красоте. Они как бы приращивают жизнь этому спектаклю, не только своим талантом, молодостью. А в общем, они просто танцуют. И среди них она, Джульетта, Инна Петрова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сцена кулисы. Воистину, там пламень, тут лед. Лед и пламень – жизнь спектакля со своими радостями, горестями. Марина Тимофеевна Семенова рядом с своей обаятельной ученицей Инной Петровой. Я вообще очень волновалась, хотя я в Японии уже третий раз, но Джульетту я вообще танцевала только в Москве один раз. Партия – это только что сделанная мной и моим педагогом Мариной Тимофеевной Семеновой. Поэтому, конечно, я очень волновалась, так как спектакль еще не танцованный, можно сказать так. Хотя я его очень люблю, Джульетта – одна из любимых моих партий. Ну и потом сложность была в том, что был отпуск перед гастролями сюда, и немножко было сложно входить в форму. Но сегодня я почувствовала, что, в общем-то, уже должно быть все нормально, и гастроли должны пройти удачно. Японцы. Мир, открывшийся нам, странен и привлекательен. Говорят, тайна японской души – в спрятанности внутреннего мира, в том, что проблемы твои не должны быть выставлены на показ, это невежливо. В самоотрешенности, соседствующей с почти детской наивностью, тайна в естественном восприятии мира. В том, в чем так сильны наши дети. Японцы веселые, искренние, добры, даже простодушные, они талантливо воспринимают окружающий мир. И порой улыбка ребенка вам кажется взрослой, а приветливое лицо вполне респектабельного японца – по-детски искренним, наивным, что ли. Тайна, загадочность. Действительно, постоянно рассматриваете чистые, бессоринки пейзажи, наблюдая эту вчеринную, размеренную жизнь, пристально всматриваясь в покой, запечатленный в глазах. Невольно задумываешься, нет, не о религии, а о каком-то высшем постулате, законе, которому, может, и неосознанно, а, может быть, и вполне разумно, подчиняются эти миллионы, столь непохожих друг на друга и, тем не менее, отмеченных одним знаком людей. Стартуя в 21 век, они опередили всех. Кажется, найдя свой ритм, свой путь, они не могут остановиться. И даже мерный, как горный поток, водопад металлических шаров им по-особенному мил и приятен. Ну, понятно, автомат может принести удачу, и в связи с этим стоит постараться. Но так долго и так массово. Еще, кажется, заветы Средневековья, они единым усилием перенесли сразу, минуя нашу старомодную цивилизацию, в будущее. Поэзию они постигают в технике. Да, они открыли поэзию в бездуховной технике. Улыбку в компьютере, слезы и жалобы в неисправной машине. Японцы убеждены, что общество будущего составит электронно-машинные кирпичи. Будучи на вид неторопливыми, что обманчиво, они уже сегодня спешат в свой электронный рай. О, как он заманчивый, если можно так сказать, рекламен. Здесь каждая клетка, каждый атом буквально выпьет о рукотворной электронной красоте. И вот, воздвигнув этот электронный мир, японцы поселились в нем, увлеченно, как дети, играя, наслаждаясь неоновым светом, синтетическим воздухом, мельканием искусственных лиц. Но наступает миг, наступает все-таки, когда возникает щемящее чувство тоски. И слышно, как открываются под солнечными лучами лепестки столь любимых японцами роз. И звучит невесть, откуда возникшая в душе скрипка. И спускается, словно с небес эта хрупкая балетная сказка. Подобно обитателям океана, стремящимся глотнуть чистый воздух, чтобы вновь уйти под толщу волн, японцы приходят сюда, к живому звуку, к чистому естественному движению, к поэзии чувств, должно быть, чтобы не забыло сердце. И вот загадочная японская душа, с тем же трепетом и искренностью, с какими восторгались они электронным раем, они радуются миру этому, не только не отвергая, а восторгаясь этой несхожести. И вот они, океанские глубины шекспировской трагедии, танец, предвещающий смерть, высшие достижения музыкального гения, человеческого тела и представленная во всем блеске молодость. Ромео Андреев Варов, Меркуцио Николай Цискоридзе Меркуцио Николай Цискоридзе Книга Цискоридзе Сегодняшний спектакль был для меня, можно сказать, даже премьерой, поскольку это мой второй спектакль. Первый я танцевал в Москве практически год назад, а сейчас я впервые вышел за рубежом на сцену с этой партией. Очень волнительная партия и получил громадное удовольствие, станцевав ее здесь. Самое лучшее пожелание. После вашей премии Бенуа. Не надо, вот кого надо поздравлять. Вот кого надо поздравлять. Мы люди служили. Их праздник сегодня и наш общий. Сначала гастролю. Впечатление удивительно приятное. Я должен сказать, что я особенно рад за трубку. Неожиданно для многих. Ровная. Какая-то такая... Говорите правду, молодая. Молодая. Не только молодая. Вы знаете, не в том дело, что молодая. Не в молодости дела. А подобранная вот по качеству, по амплуа, по единому видению спектакля. И мы еще убедимся в этих гастролях, наверное, в этом не раз. Перед японской публикой выступают Галина Степаненко и Юрий Клевцов. Галина Степаненко и Юрий Клевцов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в минуты и часы частых переездов сон крепкий, ибо после трудов праведных сон легкого дыхания, какое еще древние называли легкокрылым, сон, тишина, и, чтобы не мешать этой идиллии, под мерный стук колес помолчим умы. КОНЕЦ В Москве я не так сильно волновалась, когда приехала сюда, как-то все это здесь только я почувствовала, что мне предстоит. Это святое волнение вообще. Да, вы знаете, я не знаю, во всяком случае я знаю, есть такие артисты, которые говорят, что они не волнуются уже, когда много танцуют. Я думаю, что они, в общем-то, говорят не всегда правду. Потому что, в общем, всегда волнуешься, когда выходишь на сцену, тем более, когда танцуешь в ведущую партию. Вы почувствовали уже страну, или это еще пока только сцена и зрительный зал у вас? Ну, есть третий раз в Японии, поэтому я все-таки, я очень люблю эту страну. И мне здесь нравится, не знаю, вообще здесь как-то комфортно, уютно, тепло, прекрасно. Различия, они бросаются в глаза. А как на ваш взгляд, есть ли какое-нибудь сходство между нашими странами и народами? Конечно, есть. Какое? Человеческая душа, любовь, доброта. А вы знаете что, Надя, я сейчас понял одно очень важное сходство, которое соединяет нашего народа. Знаете какое? Вы нравитесь Москве, вы нравитесь Вепу. Может быть, может быть. А это Мария Былова. Машенька, интересуемся, какая книга у вас в руках? Парижский Тай. Лучший развлекательный роман на длительное время. В Львове, насколько мы понимаем, семья, да? А в семье обязательно должны быть конфликты. У нас конфликт только на сцене. Я отрицательный герой, она положительная. Ох уж эти мимолетные встречи. На жестком языке тележурналистики называются они коротким режущим словом жанр. А мы скажем ласковее. Кубики, сердец, улыбок, мысли. Которые-то и составляют это вызывающее восторг японцев понятие большой балет. Валерий Павлович, по всем законам физики, когда движется к Зениту гастрольная поездка, в Зенит должна подниматься ваше настроение. Ну, настроение хорошее. Прекрасно чувствует себя коллектив. Принимает зритель на ура, вы слышали, триумфально. Гастроли длительные, огромные. Самое главное, чтобы не болели артисты. Японцы уже не первый раз встречаются с большим балетом. Они любят нас, они ждут нас. И вот реклама, которая в этом журнале в поезде, она как раз подтверждает того, что нас знают и ждут. Говорится о звездах, пожалуйста. Мария Былова, Александр Ветров в Боядерке. Сцена из Лебединого озера. И написано о наших настоящих звездах Надежде Грачевой, Галине Степаненко. Я вообще считаю, что эти гастроли большого балета в Японии, они могут явиться огромным историческим событием. Почему? Как известно, за последнее время в мире сложился кризис мирового балета. Нет новых хореографов, нет новых спектаклей, уродуют классику. Нет, в связи с этим, и новых исполнителей. Не растут они. Нет новых идей. Сегодня Юрию Григоровичу удалось сформировать новую труппу большого балета. И вот вы видели, вы были свидетелями триумфа наших звезд. Они все молодые. Это все звезды и завтрашние, завтрашнего дня. Перспектива огромного большого балета. Всегда, как сегодня танцуют боегарку Надежда Грачева, Галина Степаненко, Александр Ветров, Юрий Крюксов, но трудно в мире еще найти. Вот он, зенит гастролей. Боегарка, премьера. В партии Никии, Надежда Грачева. КОНЕЦ 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 Премьера. Ее нельзя предсказать, как улыбку прекрасной незнакомки. Ее и не рассчитаешь, как современный летательный аппарат. И все же сходство есть. Понравлюсь ли? Взлетит ли? Премьера – это мгновение спрессованных мук. В эти мгновения все причастны их спектаклю, но не заняты и в нем. Просто ждут, разговаривают о чем-то. Не обязательно. А госпожа премьера идет. Гордым взором оглядывает присутствующих. Кому-то улыбнется, или у кого-то пройдет, не заметив. Все былые заслуги сегодня не имеют значения. Всем правит она. И да будут счастливые ее избранники, увенчанными цветами, овациями, признанием и восторгами залом. Поэт Судзуки Хаце. Я не могу уже и перечислить, сколько раз я была на спектакле Большого театра. Я поклонница. Но никогда еще не видела таких прекрасных молодых исполнителей. Они так изящны. Вместе с ним от них исходит какая-то сила, энергия. Я потрясена. И благодарю вас, что вы показали нам искусство такого высокого ранга. Отлично, что в нашем мире есть такое искусство, как балет. Балет – это, пожалуй, одно из плотских выражений и идеи прекрасного в искусстве. Дрэм Хатчессон, продюсер из Австралии. Мы собираемся в будущем году пригласить Большой театр в Австралию. Об этом у нас уже идут переговоры. Более 10 лет назад Большой театр был у нас, и, конечно же, мы видим сейчас лучшую балетную труппу в мире. Майкл Барнетт, его партнер. Да, два года мы провели в переговорах. И вот это почти невероятный успех в Японии. Мы уверены, что такое же будет в Австралии. И мы горды, что мы приглашаем такую труппу в Австралию. Партии, выпавшие на долю солистов в балете Минкуса «Боядерка», в балетной табеле «Аранга» значатся как одни из сложных. Александр Ветров и Мария Былова в балете Минкуса «Боядерка». «Боядерка» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Я больше всего рад тому, что мы сюда привезли именно новую молодую труппу. Что это не развалилось, что эта великая традиция искусства продолжается. Она будет развиваться. Появятся какие-то очень талантливые, интересные хореографы, актеры и так далее. Но очень важно выдержать и удержать эту традицию, чтобы она, так сказать... И вот это и, собственно, было отмечено прессой. И зрители, вы видели успех, который был, да, и зрители. Вот это меня очень радует, и это как-то находит отклик у меня, потому что я больше всего этого и добивался. Надежда Грачева и Александр Ветров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что ни говорите о главном героем любой премьеры, является успех. Успех — это талисман и солнце, способный растопить любую лёд, отеплить сердца, возвратить надежду, да просто сказать, принести счастье. Успех — это национальный идол Японии. Япония — это тоже страна снов, еще рушащихся на глазах представлений. Наша встреча состоялась. И мы, кажется, остались друг перед другом в долгу. Мы нехотя расстаёмся с религией ежедневного радостного труда, с религией неправдоподобно чистых прямых улиц, унифицированно удобных и одновременно ни на какую страну не похожих домов, с религией вежливости, с религией всенационального интереса к настоящему. А от нас, мы надеемся, остаётся сказка русского балета. 9 тысяч километров от Большого театра. А ведь действительно большое видится на расстоянии. И это, как мы уже отмечали, факт географический. А это случилось немного позже, и автором такого сюжета может быть только сама жизнь. Международный конкурс балета и первая премия присуждается Морихиро Ивато, Япония. Бернар Курто де Беттие, Франция, первая премия. КОНЕЦ Елена Князькова, Россия. Первая премия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok